Девушки отдыхают И вашему вниманию стартовый состав Айнтрахта. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Футбол высочайшего качества и даже погода не стала вмешиваться. С радостью перехожу к представлению самого главного, комментаторов сегодняшнего матча. Тут все без изменений. Как и всегда, для вас будут работать Георгий Черданцев и мой коллега Константин Гентьевич. Это Петис против Айнтрахта. Для товарищеского матча не столь важен настрой, сколько важно проверить готовность состава и взаимодействие игроков на поле. Такие встречи всегда краеугольный камень подготовки команд. Ну что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. И вашему вниманию стартовый состав Айнтрахта. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. В агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. И вашему вниманию стартовый состав Айнтрахта. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Пожалуй, самый известный матч был сыгран на стадионе Бениту Вильямарин в 1984 году. И это была отборочная встреча чемпионата Европы между сборными Испании и Мальти. Испанцы проходили на чемпионат Европы только в случае победы с разницей минимум в 11 мячей. После первого тайма счет был необнадеживающим, всего 3-1. Но после перерыва мальтийцы взяли и бросили играть. Позволили забить в свои ворота 12 мячей, что оставило за бортом турнира сборную Голландии. Но вывело на чемпионат Европы испанцы. Хорошо мяч перехватили в атаке. Свисток арбитра будет штрафной. Картушку почему-то решил не показывать. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...